Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим про программу Black Hole с компьютерного госсервера. Уже несколько дней она на нем играет. Имеет феноменальные результаты. Из 50 сыгранных партий 45 побед против сильнейших программ. В общем, если мы загоним в программу это в Усеке, программа оценивает, что у черных здесь не больше 20%. То есть получается, что она как бы давала им форум. Но сегодня мы посмотрим 3 партии. Посмотрим полностью. Потом покажу несколько примеров с точки зрения Джосеки. Их посмотрим. Несколько красивых ходов. Но начнем мы, наверное, с того, откуда вообще появилась эта фусеки. Впервые что-то похожее можно было встретить в 1934 году. В Японии в то время формировалась так называемая синфусеки. Новая идея в Усеке от Госе Гена, Китане Минору. Так вот, в этой партии в 1934 году Китане Минору белыми играл против Ивамото Каору. И дальше Китане, несмотря на то, что этот человек, который любил играть на территорию, сыграл сюда. Ход очень необычный. С какой идеей? Белые хотят получить плотность в центре. И готовы при этом отдать черным всю территорию снизу. Черные эти очки с удовольствием забрали. А я думаю, здесь мало кто бы от этого отказался. 25 очков в территории. А у белых плотность, которая пока не приносит им ни одного очка. Дальше попытка проатаковать черных слева. Но группа черных так просто не атакуется. Поэтому в таком виде белые ее бросили. Убивать в лоб ее не получится. И дальше, вместо стандартного Какари наверху, Китане Минору сыграл сюда. Черные защитились. Дальше накрывание. И еще раз накрывание. Белые проиграли эту партию. Но идеи очень похожи на те, Что мы сегодня посмотрим в партиях программы Black Hole. Очков белым, конечно, очень много не хватает. Остались два вторжения в Сан-Сан. Но у белых есть плотность. У белых есть мишени для атаки. У черных уже четыре группы. Возможно, создадутся еще. И белые попробуют набрать очки на атаки этих групп. Покажу еще один пример. 1986 год. Матч за японский титул Ханинба. Такемия Масаки против Емасира. Первая партия матча. Такемия выбрал вот такое необычное Какари. В его любимом стиле. Направлено на построение Мойо в центре. И здесь, ну здесь, по крайней мере, видно, для чего белым нужна эта плотность. Белые собираются использовать ее для атаки одинокого черного камня. Похожий ход можно было наблюдать. И похожие идеи именно с этим ходом можно было наблюдать в партиях японского мастера Кадзивара Такео. Человек, который очень любил нестандартный подход к Фусеке. А возвращаясь к Фусеке Черная Дыра. В 2014 году с этим Фусеки экспериментировали Сою Коку и Чоу. Два японских мастера. Точнее, два мастера из Тайваня, которые выступают в Японии. Живут долгое время и играют в турнирах. Сою Коку очень успешно применял его в турнирах. Коку смог обыграть Такемию, смог обыграть Ямасира, других известных мастеров. Кроме этого, Сою Коку играл и это Фусеки на сервере Тайджан. Более сотни партий было сыграно. В свое время я готовил лекцию по этому Фусеке для своих учеников. Делал подборочку примеров. Делал даже специальный файл Джасеки, где разбирал возможные продолжения за черных в ответ на вторжение белых в угол. Что будет, если белые игроки сыграют Камоку, Хаси, Сансан, Мокухадзуси, Такамоку. То есть, как здесь планируют продолжать черные. На примерах из партии Тензару, на примерах из партии Сою Коку. Но файл, можем считать, что он устарел. И несмотря на то, что в Фусеке Блэк Холл играет точно такое же, продолжает. Все-таки здесь он немножко по-другому. Например, в данном Фусеке, что делал Сою Коку? Сою Коку за черных, вместо того, чтобы играть как Ари. Ну а что бы было? Например, черные играют такое как Ари. Белые как-то ответят справа. Форма выглядит очень странно за черных. Камень Н5 явно не на месте. Если сыграть сюда, белые могут сделать обмен, распространиться. Тут, конечно, нельзя сказать, что камень черных недопустимо расположен. Но в любом случае выглядит это странно и хочется подвинуть этот камень в одну из отмеченных точек. Поэтому что здесь сделал Сою Коку? В 2014 году Сою Коку предпочитал играть такой ход, позволяя белым построить Шимари. Если белые строят такое Шимари, черные могут в этом виде позицию бросить. Если белые играют и Кентоби Шимари, делаем обмен, такой обмен. И хоть и в ГОТО, но у черных очень плотная позиция получается. А программа в этой форме предпочитает играть прилипание в Q4. Если вбить в поиск именно этот фрагмент, то примера в профессиональных партий вы не найдете. То есть это то модное прилипание, которое в последнее время можно часто наблюдать в китайском фусеке. Покажу вам первый пример. Нет, прилипание. Партия сыграна на компьютерном сервере. Дальше прыжок. И у белых есть здесь выбор. Белые могут либо сыграть вклинивание, либо сыграть прилипание, которое бы свелось, наверное, к сложной борьбе. Черные бы здесь, скорее всего, попробовали позицию обострить. Пытаясь использовать свой камень в Е7. А в партии было сыграно такое прилипание. Белые в Сента выживают, а черные строят плотность. И мы можем сказать, что у черных есть некоторая переконцентрация. Камень расположен здесь не идеально. Но по-другому никак не сыграть. То есть нельзя найти вариант, в котором черные смогли бы как-то эффективно сразу же в этом углу отмеченный камень использовать. То есть идея здесь в другом. Идея такая. Мы строим плотность. Попытаемся создать соперник как можно больше отдельных групп. В идеале 5, 6 или еще больше. И на атаке набираем недостающие очки. Получается очень зрелищная игра. Особенно если соперник играет бесстрашно. Если соперник готов создавать слабые группы, готов вторгаться. То мы используя плотность можем попытаться даже эти группы убить. Но очень важный момент. Если вы планируете применять это в фусеки. Не забывайте перед тем как атаковать строить плотность. Сначала все должно быть очень крепко. И в этом примере как раз мы это и увидим. Черным очень хотелось атаковать. Но черные перед тем как переступать к активным действиям, для начала укрепили свою позицию по всей доске. Шамари. Здесь казалось бы ход медленный. А скорость развития в этом фусеке очень важна. Потому что черные уже и так отстают. Очков у черных нет. Хочется везде успеть первым. Но не надо забывать про плотность позиции. Ход медленный. Ход очков не приносит. Но зато мы получаем полезный центр ходы против угловой группы. И получаем плотность, которую в дальнейшем мы сможем использовать для атаки. Дальше. Белые естественно угол защищать не стали. А ход слева очень важный. Если бы белые не успели его сыграть. После такого хода левый борт мог бы полностью превратиться в территорию черных. Много очков могло бы получиться. И камень черных отмеченный оказался бы весьма полезным. Для удержания своей зоны. Дальше делаем в центре ходы против угла. Угол живой. Еще один медленный, но супер надежный ход. Стандартное прилипание. И этот ход, который так часто можно видеть в современных партиях на пустой доске. То есть программы, как только видят это Шимари, а геймы Шимари, сразу же думают над тем, как сыграть это прилипание. Но здесь мы можем отметить, что отмеченный камень идеально смотрится. Если бы сейчас был ход черных, черные вполне бы могли думать над тем, чтобы сыграть именно в эту точку. И что-то похожее мы могли наблюдать несколько дней тому назад в Японии в партии между Чоу и Синджинсо. Похожая форма возникла. Угол у белых, конечно, большой, но черные в центре получили какие-то полезные центре ходы снаружи. И белые решили, что пора играть в вторжение. У белых здесь все крепко. Могут себе позволить. Но это уже пятая группа у белых. И дальше, очень важный момент. В лоб такие камни не убиваются. Поэтому здесь стратегия такая. Перед тем, как атаковать, нужно дополнительно получить плотность. И желательно, чтобы у соперника была не просто одна единственная слабая группа, а чтобы групп было несколько. Так, чтобы можно было здесь начать разделяющую атаку. Поэтому здесь черные сыграли сюда. В чем идея этого хода? Справа, конечно, черным очки не получить. Справа все открыто. Но черные хотят создать белым проблему в углу. В углу осталось прилипание Q3. И если белые не будут вообще здесь ничего делать, сыграют в другом месте, то черные могут набросить на это шимари. И не просто попытаться отнять у белых территорию, но еще и выколоть белым глаза и заставить белых спасаться бегством, убегая в центр. Так что здесь белые ответили. Обратите внимание, в современных партиях против этого шимари очень часто можно видеть похожее прилипание. Но почему черные сейчас его не применили? Это тот ход, который стабилизировал бы белую форму. Белые, к примеру, сыграли бы вот так. И с этим углом больше ничего не сделать. У белых из проблемы остается всего лишь одна проблема. Слабая группа в центре. За белых не так-то сложно ее защитить, не так-то сложно здесь не умереть. Поэтому, чтобы оставить давление, чтобы оставить сопернику слабости, черные сыграли вот так. Немножко медленно, но в углу остались какие-то еще нюансы. Нельзя сказать, что угол здесь у белых полностью крепкий. И здесь можно сыграть максимально активно. На белых наброситься, например, сыграть вот такое вклинивание, создавая белым две точки разрезания. Но очень важно здесь найти правильный момент для атаки. Поэтому черные здесь пока эту группу не атакуют. Перед тем, как атаковать, оглянись на себя. У черных верхняя конструкция могла бы попасть под атаку, если у белых снаружи укрепились. А здесь черные хоть очки не строят, но черные эту форму усилены. То есть теперь это точно плотность. Черным теперь не страшно вторжение наверху, не страшно разрезание в о5. У черных все теперь супер крепко. Дальше белые, получив сента, могут либо защитить группу, либо думать над большими ходами. Здесь белые сыграли кейму, ход очень большой. Еще из важных ходов осталось распространение слева. Белые тоже его успеют сыграть. Это у нас Тесудзи, но группа не убивается. Это всего лишь Йоса Тесудзи. Белые должны выживать. Осталось всего лишь 3 очка территории. Дальше делаем такой обмен. Минус 1 к угрозе, но зато белым сложнее будет разрезать в Е4. Сложнее будет играть эту по борьбу. Потому что пробитие будет с Атари сыграно. И теперь уже переходим к атаке. Когда у черных все стало супер крепко. Но группа не убивается. Поэтому черные решили еще больше укрепить свою позицию снаружи. Сыграли вот такой Атари. Казалось бы, очень-очень медленный ход. Уже не первый раз в этой партии черные играют подобные медленные ходы. Но в чем здесь идея? Черные планируют как-то атаковать белый нижний угол. Хотя, казалось бы, форма тут крепкая. И, казалось бы, черные максимум могут какие-то цента ходы только провести. Чуть позже мы увидим, что произошло с углом. Белые еще раз укрепили свою группу. И здесь, казалось бы, уже можно как-то на белых наброситься. Но у черных свой собственный камень не очень крепкий. Поэтому сначала мы его укрепили. И только потом мы думаем. Там по-прежнему работает вклинивание. Работает разрезание здесь. Работает прилипание здесь. Нужно уметь ждать. Играя Тафусеки. Дальше белые могут защитить группу. Могут подумать над большим ходом. Был обмен. Белые защитились. Уменьшая черную территорию. Укрепляя свою группу. Предотвращая разрезание в центре. А черные пробили. Казалось бы, совсем медленный ход. И белым, возможно, имело смысл защитить этот угол. Очков-то у белых очень много. Но белые решили, что с углом все в порядке. Что можно его в таком виде бросить. И предпочли сыграть просто гигантский ход слева. Если бы белые его не сыграли, черные сами могли бы распространиться до упора, попытаясь всю сторону слева удержать. И дальше началось самое интересное в этой партии. Почему я выбрал именно этот пример. То есть пока все Фусеки, которые в программу вбивал, оценка такая. Начинается с 80% пользу белых. То есть играя Южный Крест, можем считать, что мы 30% сопернику сразу отдаем. Но потом очень разбирая эти партии, на самом деле не так-то просто найти, где же программы проиграли. Где партия решилась. То есть этот процент, то есть было 20, потом это потихонечку растет, там 22, 24, и доходит до 50, и где-то после сотого хода процент резко меняется. То есть как-то черным удается набрать эти очки на атаки. Недостающие очки. Здесь как раз такой пример. Пока что программа считает, что у белых все в полном порядке. Здесь у белых около 70%. Позиция близка к выигранной. Но здесь начинается все самое интересное. Вот такое хитрое вторжение. Казалось бы, угол у белых крепкий, и черный максимум могут там сыграть прилипание в П2. Но тут нашелся коварный замысел. Прилипли. И что делать белым? Ханы играть обязаны. Дальше мы соединились. И даем отари. У белых здесь не так много степеней. Семья белым играть опасно, поэтому белые порезали. И черные соединились со своими. То есть уже немножко набрали очков на атаки. Построили сколько там черные? 4 очка, 5 очков в углу получили. У белых очки отняли. И продолжается атака. Но теперь обратите внимание, если раньше центральную группу белых нельзя было атаковать, поскольку она была одна, а одна группа, как правило, не умирает, то здесь у белых уже две группы. Есть центральная, а есть слабая группа справа. А значит, мы можем думать над разделяющей атакой. И не даем белым соединяться. То есть даже если белые справа как-то выживут, черные получат камни в этом районе полезные и смогут думать над тем, как же атаковать центральную группу. Белые смогли здесь, в центре, защититься, но справа, справа у белых проблемы. Белые три камня съели, но это не жизнь, это всего лишь коборьба. Причем коборьба, цветочная коборьба. По-японски это ханами ко. Белые рискуют всей своей группой, а черные не рискуют ничем. И дальше долго играли в этой партии коборьбу, но у черных есть просто миллионку угроз против центральной белой группы. То есть любые ходы в центре угрожают убийством. В результате белые эту партию проиграли. Думаю, что здесь уже шансов у белых очень мало осталось. Так что здесь типичный пример того, как же нужно играть данные фусеки. Идем дальше. Следующая партия. Черными. Южный... Хлёкать, южный крест. Черная дыра. Опять прилипание. Прыжок. И если в прошлой партии белые играли прилипание, то здесь белые просто решили забрать угол и порезать. Причем, разбирая эти партии, 50 партий, мы сейчас можем посмотреть на кобильном сервере. Эта форма довольно часто встречается. То есть можем сказать, что это такое новое джасеки. И здесь в борьбе мы видим, что у черных не так-то плохо стоит отмеченный камень. И этот камень в борьбе тоже окажется полезным. Угол у белых живой, но если белые в таком виде эту группу оставят, будет очень неприятный ход в Q2. В сэнда. Поэтому белые здесь сами сыграли эту кейму, не давая себя заблокировать в углу. И тут у черных выбор. Либо черные защищаются снизу. Форма здесь это N3. Либо черные укрепляются в группу справа. В данном примере черные защищали здесь. Потому что если эту группу бросить, там осталось очень неприятное прилипание. И черным нельзя удлиняться из-за вклинивания. То есть форма с дефектом у черных нужно играть сюда. Выживать, конечно, черные выживают, но черные будут прижаты ко второй линии. Вот так выживать, конечно, черным не особо приятно. Поэтому белые успели сыграть здесь. И дальше красивый вариант жертвы нижних камней. Часто этот вариант встречается. Это такое современное джасеки. Отдали камни, построили плотность. И дальше переходим к атаке двух камней белых в центре. Дальше, если белые побегут, то это то, о чем мечтают черные. То есть здесь уже в ответ на это прилипание удлиняться можно. Уже никакой защелки здесь нет. И мы видим, что в данном случае у черных будет очень хорошо работать отмеченный камень. Даже если белые как-то здесь выживут в центре, например, белые побежали, черные получат плотность и будут атаковать следующую группу. То есть возникнут у белых проблемы с правым верхним углом, с нижним углом. Поэтому здесь очень важно за белых уметь жертвовать подобные камни. Имея перевес по очкам, белые не обязаны спасать все камни до единого. Поэтому в партии просто шимарик. Белые свои два камня жертвуют. Ну и черные здесь не в обиде. Очень крепко все у черных. Ну и территории немало. дальше проверочный ход. Очень часто можно видеть подобную технику в партиях Black Hole. Как только у соперника возникает угол с похожей формой, там на базе Хасси, на базе Камоку, очень часто программа играет проверочные ходы внутрь, так что потом попытаться использовать этот камень. Здесь мы спрашиваем, что же белые будут делать. Если белые сыграют, к примеру, Хане, черные могут в будущем получить какие-то сента ходы снаружи. Если белые сыграют удлинение, черные могут попытаться внутри выжить. В партии был спуск, это, наверное, самый правильный ответ. Дальше еще одна проверка. Если белые играют сюда, черные могут думать над прилипанием. И внутри остались какие-то Адзи. Поэтому было сыграно здесь. А, так и было, в других партиях белые отвечали сюда. И оставались внутри слабости. Белые защтились. Дальше черные в таком виде позицию бросили, так, чтобы использовать эти камни попозже. Дальше прилипание, стандартное прилипание. И еще одно. То есть это такое современное джасеки. и прыжок. Дальше белые сыграли вторжение. И черные могут думать над тем, чтобы сразу же пытаться этот камень убить или как-то атаку подготовить. Это более грамотный способ не пытаться в лоб убивать. поэтому сначала строим плотность. Вообще ничего не делаем в центре. Потому что пока все-таки слишком открыто все снаружи, белым есть куда бежать. Построили плотность. Укрепили здесь. Укрепились. тут стандартные тесути, чтобы получить сента ход. Еще какие-то слабости остались. Вроде все крепко, да? Поэтому здесь немножко ход пассивно смотрится из-за черных. но может быть черные решили, что уже все уже неплохо и что можно попытаться по очкам выиграть эту партию. Но у белых четыре угла. Так что здесь наверное ход в партии связан с тем, что черным не понравились адзи отмеченного камня. Была бы здесь позиция у черных покрепче, черные могли бы думать над атакой с другой стороны и могли бы сделать попытку убить белых. Так что здесь немножко скромненький ход на самом деле за черных. Нарушают пословицу не строить территорию от плотности. Но это попытка сыграть надежно. А вот теперь атакуем. Здесь если бы черные просто удерживали бы очки в таком ключе, белые бы как-то прыгнули бы например сюда. И очков-то черных хватить не должно. Так что не атаковать нельзя. То есть нельзя просто жадно забирать очки. Белые побежали. И дальше что делать с этой группой? В лоб не убить. Поэтому опять мы здесь выжидаем. Разрешили белому немножко укрепить. И теперь очень интересная здесь была идея перед тем как атаковать центральную группу черные решили посмотреть что же будет в правом верхнем углу. как же белые будут эту группу доедать. То есть если белые сыграют надежно черные там смогут выжить и черным уже по очкам хватит. Тогда черные могут в центре играть поаккуратнее не ставя перед собой задачу убить целиком белых. А в партии белые решили что надо черных здесь убить целиком и полностью попытались это сделать. Дальше опять возвращаемся к атаке. Критическая точка у нас здесь выдавливаем глаз белые должны спасаться бегством а вот теперь снова вернулись к угловой группе и смотрим как же белые будут ее доедать. удар в критическую точку этим ходом немножко нарастили степеней и дальше группа мертвые это у нас английская заглавная L без ножек черным здесь не спастись но белая группа справа тоже еще не живая поэтому белые должны здесь играть семьяй и что получилось белые должны добавлять здесь ходы в углу образовалась какая-то коборьба уже как минимум коборьба и дальше черные могут еще попытаться проатаковать белые группы снаружи например в дальнейшем если черные сыграют в А то это у нас будет разделяющая атака так что здесь очень очень грамотно черные всю партию действовали как бы на центральную набросились но когда мы видим что в лоб не убить хорошо в таких случаях переключаться в какой-то другой район с атакой ждать и готовить ее заранее черные одержали победу в этой партии здесь белые с этой борьбой получили очень большие проблемы так следующий пример посмотрим еще одну яркую партию здесь черная дыра белыми в каждой партии программа ее играет любым цветом и здесь если мы вспомним партии Тензару Сойкоку и Чоу против камнях Оси предпочитали играть высокий ход в точку А играли сюда и черные в ответ выбирали Шимари Кейм или Агейм а программа играет ниже играет ниже и здесь конечно разница в чем когда мы играем Агейму камни белых в центре соединены сложнее их резать а когда мы играем сюда черные могут таким ходом таким ходом таким ходом как-то попытаться белых разделить но мы чуть позже посмотрим какие здесь возможны варианты подробнее эту форму чуть позже разберем а здесь черные просто сутролитные нуки строим плотность казалось бы у черных на что похоже 4 камня форы строим плотность 4 группы у черных аккуратненько распространились то здесь то здесь я проверял все это через программу моя программа советует играть за черных именно так считаю что это полностью идеальные фусеки со стороны черных здесь правда возможно имело бы смысл сыграть повыше чтобы белым сложнее было строить центральное мое в углу слабости поэтому здесь самым аккуратным способом черные защитились на 4 камня форы очень похожа эта конструкция и дальше строим мое не забывая при этом защитить свою слабую нижнюю группу дальше черные сыграли вторжение и что нам делать нужно очень аккуратно эту группу атаковать в лоб ее не убить поэтому здесь задача белых атакующих не ослабить свою собственную позицию поэтому белые здесь решили вот так выбить черным черным базу построить себе какие-то очки ну и пусть черные в центр убегают черные побежали а здесь сыграли дальше жадный ход наверху обычно не применяется такая форма когда наверху у нас еще открыто и когда мы можем наверху играть вторжение то здесь лучше за черных не жадничать сыграть и кентобе или просто спуск в q17 так чтобы потом вторгаться а здесь укрепили мы белых а в углу в правом верхнем еще остались слабости чуть позже мы посмотрим как белые смогли их использовать как атаковать в лоб сложно поэтому здесь мы прилипли и перед атакой укрепляем свою позицию снаружи пусть черные еще ходы добавят для защиты и белые тогда будут как-то попытаться по очкам догнать сыграли надежный ход здесь еще один надежный ход слева надежный и одновременно очки немножко строим а вот теперь атакуем когда все крепко стало проверочное прилипание и дальше вот такой проверочный ход на форе очень часто можно подобные ходы встретить и здесь часто бывает что черные просто в углу погибают и часто можно встретить сценарий где черным как тут дается белых внутри убить но белые строят огромную стенку получают все вот эти отмеченные ходы в центре именно так и было задумано партии черные сыграли здесь белые сюда и в итоге черные здесь приняли решение отдать угловые камни не пытаться белых убить в итоге белые было так так и у черных просто верхние три камня умерли белые смогли очки которых им не хватало набрать на атаке а что черные получили у черных все еще нестабильная группа справа и все еще нестабильная группа в центре так что совет такой если будете играть подобные фусеки старайтесь блокировать угловые группы соперника но не играть не укреплять его а оставлять возможность для вторжения в сан-сан для такого вторжения так чтобы какое-то давление на соперника можно было поддерживать так что осталось дальше посмотрим джасеки прилипание прилипание и здесь вспоминая партии Суэкоку Суэкоку в этой форме играл обмен потом играл прыжок но программа считает что это за черных пассивно и дальше если просто вот так белые могут пробить или потом просто соединиться белые если вот так угол заберут то у белых здесь все в полном порядке крепкая стабильная группа в углу поэтому здесь Black Hole играет двойное хане считая что это более активный способ игры и мы видим что камень теперь очень хорошо работает камень Е7 белые порезали может конечно не стоило пока с этим разрезанием торопиться потому что любая борьба в начале партии любая борьба здесь выгодна тому кто имеет камни в центре все обострилось дальше можно конечно в мучениях выжить но есть план поинтереснее то есть черные хотят если вы белые здесь порезали делаем обмен соединяемся белых мы разделили на части и только потом будем выживать поэтому что здесь было белые побежали и дальше обратите внимание опять у белых получился изолированный угол и в этой форме в углу черные сыграли вот такой коварный проверочный ход чем-то напоминает прошлый пример это не попытка убить угол просто спрашиваем как же белые будут реагировать техника Йосумир в итоге белые этот камень до есть доели но черные укрепили свою позицию снаружи черные смогли в центре получить очень важный ход в Е6 и дальше мы видим что территории у белых не так много в центре у белых слабая группа эти камни работают очень неплохо ну и какой у нас еще был здесь камень тоже стоит просто идеально потому что это пример того как нужно играть за черных так дальше покажу покажу фрагмент из партии в которой черные на атаке смогли построить плотность и вопрос как использовать эту плотность для атаки белого камня в углу вместо стандартного какари что было бы если черные просто сыграли какари белые делают обмен ну и например вот так защитились за черных неинтересно здесь программа сыграла вот такой вход в общем если мы сыграем наше стандартное прилипание это только укрепит белых так что это прилипание для пустой диски не для всех случаев в данном случае так интереснее и попытка выбить белым базу и пусть белые пытаются бороться рядом со стенкой черных центрей покажу еще ходов 10 в этой партии что было дальше прорыв блокировать белые не могут в итоге мы здесь съели уже приличный кусок территории а в центре все еще борьба в центре черные используют свою стенку а у белых тут ложный глаз еще не совсем живая группа черные держали победу в этой партии кстати здесь обратите внимание снизу было сыграно точно такой же джасеки и чуть позже тут было у нас мотну назад было шимари геймы шимари в которой черные играли это прилипание проверочное то есть очень много похожих схем на самом деле встречается потому что все программы отвечали при помощи хаси при помощи комоку поэтому схемы повторяются а в партиях людей в партиях сою коку против него играли часто и такамоку и моку хадзуси и вообще пустые углы не занимали то есть там были разные стратегии так дальше покажу джасеки черные прилипли и здесь как белым использовать свой центральный камень белые сыграли такой обмен а потом ткнулись и порезали причем считают что на пустой доске за белых это не работает и тут я эту позиционализировал не совсем понял что белые здесь сделали если бы черные дальше сыграли спуск вниз и сыграли бы сюда думаю что здесь белые бы погибли и наверное как-то попытались бы построить плотность жертву своей камни так что здесь возможно более грамотный способ за белых был бы сначала хане и только потом разрезание но это к тому что белые должны всеми силами пытаться использовать свой центральный камень потому что если бы белые просто сыграли здесь стандартные джасеки черные бы защитились например сюда и теперь камень белых выглядит явно странно камень здесь не на месте так еще вариант покажу из того что часто встречается черные сыграли здесь кеймы шимари хотя в партиях у Сою Коку очень часто его соперники выбирали а гейму выбирали такой ход а Сою Коку в ответ либо отвечал при помощи кеймы так чтобы потом играть прилипание и эти камни грамотно пожертвовать получая идеальную форму снаружи либо Сою Коку сразу же здесь прилипал и удлинялся черным не так-то просто здесь форму дозаверчить а все программы играют кейму в ответ дальше блэк холл прилипает и играет хане чтобы не укреплять черных такое хане потому что такой обмен который делал Сою Коку он стабилизирует черных в углу поэтому обмен и здесь черные вместо того чтобы защищаться в углу или играть таким образом черные решили здесь порезать и получилась вот такая любопытная форма современная Джосеки черные съели разрезающие камни а белые по пятой линии забрали территорию слева чуть позже черные попытались в углу выжить но не смогли то есть форма в углу довольно крепкая можем считать что это примерно равный результат так ну и в заключении покажу вам самый красивый ход который я встретил в подборке этих примеров ход белых белые в углу а белые наверху живут черные живут в углу потому что у черных спуск спуск сента и что же делать белым дальше как-то хочется черную верхнюю группу атаковать но форма вроде как крепкая и здесь Блэк Холл сыграл вот такое прилипание самый красивый ход который я встретил супер Тесудзи с какой идеей резать мы все равно же не могли так не резалось белые ловились бы в гетто а здесь черные соединяются но тогда белые построят очень мощную позицию снаружи дальше очень неприятная Атария остается Н14 в партии черные просто соединились дальше сделали обмен черные защищать точку разрезания не стали побежали в центр дальше так любимое нами прилипание получили сентроходы снаружи и теперь можем играть активно и теперь режем и это уже не гетто здесь уже белые вполне могут спасти свой разрезающий камень так что вот такой Тесудзи но программа вбивала эту позицию в программу программа его находит так что выводы какие не знаю я что же это за программа мини-го альфа-го какая-то другая но играет она очень мощно и идеи в целом они с одной стороны похожи на то что мы наблюдали в партиях Суэкоку и Чоу но то что касается Джасеки Джасеки здесь совсем другие так что я рекомендую если вы планируете эти схемы применять у себя в партиях рекомендую посмотреть все партии с сыгранной программой на конвертном сервере попытаться запомнить схемы которые там возникают ну и можно дополнительно еще при помощи программы эти похожие позиции проанализировать и рассмотреть какие еще возможны здесь варианты как еще соперник может реагировать что будет если соперник будет играть така моку моку хадзуси ну что наверное все на сегодня здесь мы завершим надеюсь лекция понравилась материал интересный я сам планирую попробовать эту схему в своих турнирах уже ранее в 14 году насмотревшись партии Суэкоку я ее применял думаю что здесь есть еще один хороший повод эти схемы повторить проверить их еще раз спасибо до свидания